Девушки отдыхают Он как бы с немым упреком говорит «Хватит, дальше некуда». С 1992 года по 2007 год, когда Туве руководил первой ее историей президент Ширигов Дезежикович Оржа, Туве были ликвидированы все 72 совхоза. Остановилась деятельность двух комбинатов союзного значения в Агдавраке и Хавоксы. Тысячи и тысячи жителей республики остались без работы и средств к существованию. Учебная автошкола Тува Автотранс едва ли не единственное предприятие в Козыле, выжившее те годы. Зарплату технические работники и администрация школы не видели по два года, а само учебное предприятие погрязло в долгах. Когда в 2005 году Сергея Белоусова, ветерана войны в Афганистане, назначили начальником автошколы, он, придя на работу с приказом Министерства транспорта Республики Тува на руках, обнаружил в автошколе только одного человека – вахтера на проходной. В 2005 году меня Министерство транспорта Республики Тува назначило сюда директором, потому что здесь была полная разруха. Когда я пришел, здесь ни света, ни тепла. В штате был один сторож, просто ему жить негде было. Он в сторожке жил, и поскольку платить денег ему нечем было, я просто кормил его. То есть вот с этого поскольку, а потом потихонечку мы начали выполнять работу, что-то восстанавливать. Появились несколько сотрудников, начали у нас было три, по-моему, сотрудника, кроме сторожа. Из машин было у нас три машины, правда они еле двигались. Все помещения не отапливались, без освещения, в принципе без ремонта. Я не знаю, когда, в каком году последний раз для этого делали. То есть вот и все пришлось, как говорят, с колен поднимать. Единственное авиапредприятие Тувы в те времена также изма не постигла участь в самоликвидации. В середине 2000-х годов стал ребром вопрос о банкротстве Козыльского аэропорта. Предприятие, если говорить по существу, тогда пережило свою клиническую смерть. А что же власти? Судя по тому обстоятельству, что подаренный первым президентом России новый самолет Як-42 был просто отдан в аренду одной из российских авиакомпаний, тогдашним руководству Тувы проблемы авиапредприятия были безразличны. Как и безразличны были судьбы летчиков национальной авиакомпании. Я сегодня работаю командиром вертолета Ми-8. Сейчас, если сравнивать с теми временами, то... Да, были времена, когда тут предприятие не выплачивало зарплату по полгода. Мы вынуждены были ехать работать в другие предприятия. Но когда предприятие начало возрождаться, и парк воздушных сундов обновлялся, мы все местные парни вернулись сюда, в свою родную Туву. А ведь все 15 лет правления первого президента в истории Тувы, республиканский аэропорт представлял собой убогий деревянный барак с туалетом на улице. В 2010 году вновь правительство республики Тува организовало наше предприятие. Это вновь созданное предприятие, которому были переданы только воздушные суда, так как ФКП было расформировано, то есть распродавалось имущество. И правительство, чтобы не потерять летную деятельность, сформировало новое предприятие 25 марта 2010 года, к которому относились именно технический состав и летный состав. И какие позитивные изменения произошлись? За этот период времени, благодаря тому, что правительство республики Тува обращало всегда внимание именно на летную деятельность, при помощи правительства были приобретены новые воздушные суда. То есть в 2018 году приобретено в лизинг АМТ, воздушное судно Ми-8 АМТ. И в 2019 году совершенно новые с завода пришли два воздушных судна типа Ми-8 МТВ. Модернизминные судны? Да, новые. Также отремонтированы АМ-2. Они долгое время тоже эксплуатируются для лисоавиационных работ и пассажирской перевозки. Также, благодаря правительству, есть возможность по перевозке в труднодоступной республике Тува пассажиров по льготной стоимости билета. Как с кадровыми ситуациями? Кадровый состав, когда организовалась организация, конечно, было сложно, потому что все летчики были в разъездах. Уволены ли сокращения? Но они были сокращены, они были по всей России. То есть они здесь не находились, не жили. Да, всего 50 человек, когда организовалось предприятие, было нанято потом. Со временем, когда уже люди увидели, что тут все-таки получают и работают, есть работа, начал приходить персонал. И на данный момент у нас 139 человек. Умение руководить зависит не от той или иной эпохи или от общей картины в стране. Здесь все зависит от личных и волевых качеств лидера. Конечно, мы объездили, можно сказать, всю Туву. Восток, Запад, Север, Юг. Прямо сфотили всю эту разруху. Разруху везде. Ну, этот фотоаппарат, он меня не обманывает. Это если я писать, я могу, конечно, написать, да, там цифры не так, не как, еще что-то там. Могу преувеличить и преуменьшить. А этот фотоаппарат бесполезно. Смотрите, если житель там Тескема, но он же не видит, что там Тузунхемчике, Пайдеге, да. Если Пайдегинский, он же не видит, что Туране и прочее. Вот я решил вот это вот разруху показать наяву прямо в цифрах. Но это в то время даже достать цифры было очень сложно. То есть сколько было тракторов в совхозе, сколько работников, какая зарплата и многое-многое другое. Но я каким-то образом от бывших, значит, руководителей, которые уже вышли на пенсию, оттуда я доставал. Потом из каких-то архивов я доставал все цифры. Потому что в этой книжке, вот фотографии, там указано, например, вот эта ферма, да, Тургенская ферма. Здесь было столько работников, столько скота было, такие-такие механизмы были и прочее-прочее. Вот эта близорукость наших руководителей сыграла здесь самую главную роль. Мы бы сказали, надо отдать федералам. Наоборот, чтобы не финансировали людей. Да, они сами будут обеспечивать финансами, ресурсами, механизмами, ну всем, кадром, чем хотят. А рабочие работники, значит, так и будут, то есть в Туве. То есть это предприятие никуда не идет, тем более оно очень энергоемкое предприятие, значит. Вот самое главное вот это вот. Президент, там, Вися Президент, они ударились в политиканство. Политика? Ну политика такая, его не поймаешь, понимаешь? Никак не поймаешь. Его нельзя выразить ни в цифрах, ни в процентах, ни в рублях, ни в тонах. А вот кто мыслит в цифрах, это вот особенные инженера, да, кто в цифрах думает, то есть все видит в цифрах, вот, например, Иван Чуччев. Что руководит, например, вот республикой, да, вот таких знаний, значит, недостаточно, казалось. Здесь еще надо быть, знаешь, здесь еще надо быть философом. Абсолютно не важно, где ты лидируешь, в небольшой учебной автошколе или ты руководитель целого региона. И опять уже не так важно, сколько тебе лет и какая у тебя при этом национальность и вера. Можно писать и говорить, и спорить до бесконечности. Но что будут стоить тысячи слов, если конкретным результатом твоей деятельности остается вот такой вот памятник? Продолжение следует...